Кровоток в артериях. Начнём с истории, с Галилея, ведь Галилео Галилеи наиболее ярко характеризует отход от натур философии древних времён к современной науке в том виде, в котором мы её знаем сейчас. Он был центральной фигурой в этой внезапной перемене. На рубеже XVI и XVII веков он преподавал в итальянском городе Падуе. Он был очень знаменитым профессором. Все студенты стремились попасть на его лекции. В этот же период, в этом же университете изучал медицину Уильям Гарвий из Англии. Он отправился в Италию по обычаю шкалеров того времени в пятилетнее путешествие. До нас дошла его книга «Анатомическое эссе о движении сердца и крови». И многие знают знаменитую иллюстрацию на последних страницах этого эссе. И хотя Гарвий не упоминает Галилея в своих трудах, трудно поверить, что на него не повлияло это новое учение с количественным вычислительным подходом. Ведь Гарвий рассуждает о кровообращении, оценивая кровоток в имперских унциях. Это такая мера жидкости. По сути, описывая величину тока крови через легкие, от правого предсердия к левому и от левого желудочка, он открыл кровообращение. До него считали, что кровь вырабатывается в печени и затем растекается по сосудам, которые слепо заканчиваются в органах. Таким образом, современные сердечно-сосудистые физиология и биофизика начались с Гарвия и его эссе. Гарвий был весьма красноречивым человеком. Его письма в ответ на критику теории кровообращения – это образец красноречия и убедительных доказательств. Критиковали его в основном французы. Нужно сказать, что Гарвий олицетворял еще одну характеристику многих более поздних первооткрывателей в интересующей нас области, а именно, интерес и компетентность, а часто и широкую известность в нескольких направлениях деятельности. Приверженность науки, широта и универсальность взглядов объясняли многодисциплинарность достижений таких людей. Так, например, Галилей был физиком, механиком, астрономом, математиком, а Гарвий – анатомом, физиологом и врачом. Возможно, величайшим математиком и физиком всех времен и народов был сэр Исаак Ньютон, он жил уже на рубеже XVII и XVIII веков. Монументальная работа Ньютона «Математические основы физики», написанная им в Кембридже, содержала в качестве приложения концепцию вязкости жидкости. Вязкость теперь, в настоящие дни, занимает центральное место в изучении кровотока в артериях в отношениях давления, потока и сосудистого сопротивления. Ньютон преуспевал и в административных делах в качестве хранителя королевского монетного двора, уже в Лондоне. И получил должность, в конечном счете, президента королевского общества. Именно будучи в этом качестве, он предоставил возможность для публикации книги другого выпускника Кембриджа, преподобного Стивена Хейлса, физиолога, химика и изобретателя. А книга называлась «Гемостатика». Хейлс был первым, кто измерил артериальное давление у животного и оценил реакцию этого давления на кровопотерю. Он сформулировал концепцию периферического сопротивления. И показал в элегантном, простом эксперименте, что наибольшее сопротивление кровотоку находится в крошечных, кровеносных сосудах, невидимых невооруженным глазом. Он сравнил артериальную систему с перевернутой, заполненной воздухом камерой пожарной тележки, которая сглаживала пульсирующий поток от насоса, так что поток воды через сопло пожарного шланга был непрерывным. В данном случае сопло – это модель периферического сосудистого сопротивления. Хейлс видел, что артериальная система функционирует как буфер, а артериолы – как сопротивление. Таким образом, поток через ткани практически лишён пульсаций. В немецком переводе гемостатики камера сжатия пожарной машины упоминалась как windkessel. Этот термин и в современности описывает амортизирующую роль и соответствующую модель артериальной системы. Продолжение, начиная с XVIII века, в следующей записи. Ссылки на литературные источники внизу видео. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...